Привет! Что бы у тебя на данный момент не происходило в жизни, помни, что вся жизнь — это испытание, это тест. Чтобы достичь большого успеха, ты должен пройти тест на настойчивость. Но этот тест часто застаёт тебя врасплох и оказывается чем-то вроде инспекторской проверки в школе, которая ничто не предвещает. Сложная ситуация может возникнуть в любое время, и причём обычно совершенно негаданно и там, где на неё совсем не рассчитываешь. Ты проходишь тест на настойчивость всякий раз, когда сталкиваешься с непредвидимой трудностью, разочарованием, неудачей или житейским кризисом. Именно в такой ситуации ты демонстрируешь самому себе и всем, кто тебя окружает, из какого материала ты в действительности изготовлен. Тот, кто не сталкивался с трудностями, не познаёт силы. Время от времени ты будешь совершать ошибки. Это неизбежно. Иногда, иногда эти ошибки будут серьёзными. Самое главное – уметь извлечь из них урок. Ничего страшного, если ты отступился и упал. Если поднявшись, ты стал на два дюйма выше. Порой судьба будет забрасывать тебя далеко от дома. Возможно, ты не сможешь сказать, где твой настоящий дом, но он всегда будет. Потому что дом, дом – это не просто место. Это то, куда влечёт тебя твоё сердце. На своём пути ты будешь терять одних друзей и приобретать новых. Это болезненно, но ничего не поделаешь. Ты будешь меняться, и они тоже. Потому что жизнь – это вечные перемены. Иногда им придётся выбрать свой путь, и он может не совпадать с твоим. Прими их такими, какие они есть, и помни их такими, какими они были. Вот почти и всё. Разве что я верю. Я действительно верю, что рано или поздно, что бы ни случилось, всё обязательно устраивается. Да, бывает тяжело, мы страдаем, теряем близких. Путь этот лёгким не бывает. Он и не должен быть лёгким. Но в конечном итоге, если остаёшься верным тому, во что веришь, всё устраивается. Всегда будь готов сражаться за то, во что веришь. Неважно, тысячи или всего один человек разделит с тобой эту веру. Неважно, даже если ты в этом совсем один. Бейся за свою веру.